Наконец-то врываемся. Это третья карта уже за вторую. У нас, соответственно, Лилганы получили тихлуз, пока они ехали в свой компьютерный клуб. Поэтому это третья карта. Новые пики, новые драфты. И с Кристалом мы на связи. Надеюсь, все слышно. По идее, все фикшено. На стриме все было слышно. Звук с доты, по идее, тоже должен решиться. Да. Ну, надеюсь, что Лилганы смогут снова выступить красиво, независимо от той ситуации, что с ними случилось по поводу компьютерного клуба, потому что, ну, очевидно, да, что не очень приятно, такие вещи. Вот. А когда случается, и не очень комфортно играть, не из домашнего компа. Вот. Но я надеюсь, что у них будет по кайфу, все у них получится. Вот. Показать свой уровень. Ну, и у имперцев появился шанс хороший, да. То есть они совершенно спокойно получили себе плюс карту. И сейчас уже не надо будет камбэкать две подряд, чтобы выиграть все быстро в три. А я напомню, что для имперцев это карта открытия, в смысле, бестов три открытия на этом чемпионате. И поэтому крайне важно обыграть своих оппонентов, чтобы получить свои очки самые первые. И уже плюс моралькой выигрывать дальше. Ну, интернет им подарок подарил, на самом деле. То, что они сейчас могут реально плюс моральку словить после той, ну, не особо удачной для них вот этой первой карты, где у них, ну, не получалось командно нормально взаимодействовать. И здесь просто чисто в листа вот в эту рулеточку бестф1 сейчас играть. И зато как бы завести эту серию себе в копилку, да. С помощью судьбы. Очень нравится то, что они вспомнили о Виверне против Ликантропа. Это один из лучших героев на планете. Всегда был и всегда будет. И мы помним, что на Инте этот герой очень-очень много пользовался популярностью. Именно за счет того, что Ликантроп вошел в мету очень дико. И мы прекрасно с вами понимаем то, что, ну, имперцы вытащили козырную, так сказать, против Флекана. Лилганам надо теперь будет думать о Шторме. Кстати, Шторма они из-за благовременной с Эмбером забанили, потому что Шторм это лучший контрпик Виверны. Именно он должен был заниматься поиском ее на поле брания и потом задать ей в спину, соответственно, убивать ее. Теперь такого кетчера нету. Остается только вводить спириты среди героев, которые могут быстро добираться до Виверны и пытаться нивелировать ее при помощи Сайланса, при помощи Сайланса контроля. И это будет темп ларка. Ну, по-моему, это уже как бы показывает, что им пофигу на Виверны. Они не хотят против нее сражаться. Что у нас по коэффициентам на третью карту? Они есть? Нет? По-моему, нету ничего. В принципе, на протяжении всей серии ничего не было. Я вам просто напомню о том, что имеется замечательный баннерочек по трансляции, который вы можете издать, чтобы получить себе 2000 фрибетов. Да, к сожалению, вот именно на все остальные матчи сегодняшние в рамках Д2СЛ и Кэффе есть. Но этот матч нету. Вот. Ну, ничего страшного. Я думаю, что было что-то плюс-минус равное. Потому что Империя показала на первой карте, что в целом сражаться они могут. Да, не очень получается. Но все же. Рубес, кстати. Хороший вариант против Виверны и Санкинга. Стилит довольно много чего полезного. Но все еще очень тонкий персонаж. То не так комфортно для Лилганов. Но в целом все равно прикольный герой. Ну, пик симпатичный на самом деле. Лилганов рисовывается. Сильные саппорты. Очень сильные саппорты. Именно в плане и сами по себе как отдельно. И в паре очень хорошо синергируют с друг другом. Опять же, этот Ликан, да, сигнатурный. И Темпларка для Санк-Сити. Но, скорее всего, в Миддл этот персонаж отправится. И, в принципе, она здесь как такой майнкерри. План Б в плане физического ДПС. Неплохо смотрится. Но, опять же, Винтера Верну как-то нужно закрывать. Вот этот герой нужен, который будет до нее добираться. Потому что пока Ликан, Темпларка, вот это вот все. Это не те герои, которые доберутся до Винтера Верны. Просто вырежут ее там. Если Темпларке будет оверфарм. И она там с Мелда может ее там убивать с 2000. То, да-да, тогда это все будет круто. Но, опять же, в хорошем Винтера Верна, в хорошей постенке. Стоит и неплохо себя чувствует. Еще и Бет. Плюс ко всему, это... Так, получается, это Син Кинг. У нас где-то с... Ну, с каким-то суппортом, да, без разницы, как они поставят Винтера Верну и Чантерс. В оффлейн. Бетрайдер, как Контра Темпларки. Соответственно, пойдет в Миддл, попытается там ее загнобить. И остается Керя, да, для Кумана у нас. Да, я сейчас чекну быстро стрим. Дело я прошел. Как у нас там дела? Драфты и с Кристалом мы на связи. Надеюсь, все слышно. По идее, все фикшено. На стриме все было слышно. Звук с дотой, по идее, тоже должен решиться. Да, ну, надеюсь, что Лилган... Да, все окей, у нас все звук. Да, все, все отлично. Все отлично, ура, 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 ура. Да, мы смогли, мы справились. Минус Тереблэйд минус Пл от Лилганов. Два героя, которые могут составить конкуренцию с Теста Ликантропой, там пларкивают те. Ну и которыми играет Куман, очевидно. Хотя Куман совсем недавно высказывался, что Пл это не герой, типа Пл это герой для тех, у кого нет рук, ну и так далее. Короче, что-то такого от него было. Видимо, на стриме. Ну и минус Клопа от имперцев. Опять же, да, нужен какой-то чел, который сможет влететь и убивать Верну. Это правда нужно, необходимо. И на позицию 3, в принципе, такие герои есть все еще. Любой, в принципе, чел, который собирает себе Блинкдаггер, будет довольно-таки удобен и приятен. Мало того, тут можно еще свапаться очень серьезно, потому что Ликантроп все еще может пойти в Харду, у Темпларка в Сейфлейн, да, потому что Бэтрайдер, его надо как-то доджить. Против него не стоит играть милишниками. Особенно без эскейпа. Так что в целом имперцы вот придумали все, что возможно, чтобы и Темпларк, и Ликантропа было не очень комфортно играть за то. Ну что, закрывать надо? Блинсулт цехом. Закрывать надо оффлейнером? Лос-цех, кстати, шикарный был бы вариант. Просто идеальный. Она спасает из-под Бэтрайдера, помогает вам, соответственно, инициировать, помогает вам находить Верну, быстро вырубать и так далее. Ну, Ласпек, Ласпек предыдущей карты. То же самое, да. Морагнус? А, нет. Ну, Ласпек предыдущего драфта. Той карты, которая не состоялась у нас. Ты об этом понял. Да, там тоже ЛЦ-ха была. И она тоже неплохо смотрелась. Огромное количество, опять же. Было неплохих дизейблов, где ЛЦ могла подсейвливать. Смотрим. Пять секунд остается. Надо какое-то решение уже принимать. И этот герой, это... Ого. А, ну та самая Бруда. И Ликан, и Бруда у нас в одном драфте. Давно я такого не видел. Да, это сильная тема. И Нага-сирена. Знаешь, ну мне вообще нравится точно, что имперцев напекано. Вообще не верю в этот темп от темп Ларки, Ликантропа, Бруды. Против таких пиков, как Бетра и Виверна и Нага. Вот. Но, опять же, так кто знает. То есть Бруда... Нага один из лучших героев, во-первых, на линии против Бруды. Бруда и вообще ничего не делает. Мало того, Лилганы не играют Бруду и Ликантропом одновременно. У них один и тот же чувак играет на Бруде и на Ликантропе. Это 4-2-3. Теперь Лавану придется исполнять Бруду, на которой я его лично вообще ни разу не видел. Вот. Но в целом драфт у Империи полностью закрывает вот эти все проблемы с тем пушем, который Лилганы должны устроить. И если Лилганы хотя бы раз или два ошибутся по игре, да, по дракам, то это печаль. Потому что, посмотрите, у тебя три героя, которые делают одно и то же все. Они занимаются тем, что просто нажимают правую кнопку мышки и бьют. Кто у них должен быть инициатором? Кто у них должен заниматься ОАЕ с пылами? Где вообще этот файт? Тут нет файта. Тут просто пуш. Три героя, делающие одно и то же. Да, тут Нага в соло это все сможет завести, если ее не запушат. Соответственно, бэд будет против Дабларки смотреться в миде хорошо. В общем, Лилган умеет в темп. Вот это их большой плюс. То, что они могут это все закрыть. Опять же, не дать Наге нафармить какие-то артефакты. Но в лейте будет очень страшно. Ребят, объясню, почему у нас счет 1-1. Потому что были проблемы с провайдером у ребят из Лилган. Они, походу, сидели на каком-то буткемпе. Ну, или где-то там, где они играли все вместе. Соответственно, у них проблемы с провайдером. Там пинг 200+. Они не смогли ничего с этим решить. И решили поехать в компьютерный клуб. По правилам, у нас есть 20 минут, по-моему, после окончания первой карты, чтобы зайти на вторую. И после этого времени тебе дается техлус. Они, соответственно, не успевали доехать до компьютерного клуба за это время. Согласились, чтобы это время посчитали им в пользу поездки. И вот приехали в расчет третьей карты. И на второй карте согласились сами на техлус. Слушай, интересно, что у Левена тоже 30-й левел БРД. То есть у них у 4-3-5 или какого-то. Ну, в общем, да, у 4-2-3 в их кире. 30-й левел БРД. И у Левена 30-й левел БРД жена. Так в одной команде встретятся с двум БРД-пикером. Ну, я думаю, не просто так. Миллион игр. Они берут этих героев в один пик. Ну, типа, ой, нам нечего брать, давайте возьмем БРД. Да я на ней первый раз играю в офлейне. Нет, тут парень тоже 30-й левел. Да, да. Но тут, слава богу, они полностью правы, что они свапают БРД на миддл. Потому что... Ну, и по-хорошему Кумуну тоже надо идти в миддл. Потому что Нага Сирена очень хороша на лейне против БРД и могла бы отстоять. И они молодцы, что они свапнули на миддл именно этого героя. Возможно, байт какой-то. На самом деле, и БРД сейчас поедет. Ну, знаешь, как раньше делали. Ты ставишь сетку на один лайн, туда все бегут. А ты сам на другом лайне просто сетку как бы вначале потратил, кулдаун там пошли. Но тут вроде да. Вроде это все на мидд. Опять же, стики взял. Это против БТР. Ну, в общем, чтобы у Темпларки не было проблем. Темпларка просто на единицу поедет, да? Что у Темпларки могут огромнейшие проблемы быть против БТР, о чем мы и говорили как раз-таки на драфте. Из-за этого ее ставят на единицу, чтобы она там спокойно стояла и фармила. А БРД будет, да, против БТР отыгрывать. Можно даже через какую-то бомбочку на два поиграть, чтобы опять же этих всех сжирать эту БРДМАЗР на миде. Но у БРД будет проблемы. У БРД будет возможной проблемы тоже на центральном коридоре против БТР. Ну, там в зависимости от, опять же, ошибок. Я, в принципе, скажу то, что если имперцы не будут делать большое количество критических ошибок, то они должны здесь брать карту просто чисто по драфту. Но, опять же, мы верим в то, что монголы знают, что делают. И увидим от них, ну, супер... Очередной супер недефолтный драфт, да, потому что они показали нам, что они и Магнусов берут, и Эмир Спиритов берут под этого Магнуса. И очень круто. Вот здесь интересный набор героев, которые, ну, тут сугубо в одну сторону умеют играть, сугубо пуш потенциал исполнять. Увидим, как сработает. Но пока, да, линии довольно простые должны быть для имперцев. Вот он, вот он, вот он. Не успел показать его вам. Ну, под Тир-2 Тауэр это произошло. И кто забирает? Элэмон забрался и Фосбат, что самое интересное на Брудеет. То Тауэр там очень сильно пробил. Тир-2 Тауэр очень мощно орехи закидывает, поэтому там нужно быть осторожным. Ну, Бруда... Пошла в алл-ин. Пошла в алл-ин. И Икспу отдала. Как раз Брудмазер неплохую. Да, да, она получила себе плюс. Но, опять же, не настолько сильно она сейчас будет обгонять Бетрайбера. Мы даже здесь посмотреть на Икспу. Тут, в целом, все довольно ровно для Бетрайбера Бруды. Вот, на боте тем временем тоже Рубилова и Битьёлиц. У Тэмпларки успел откатиться щиток, она смогла его нажать. И с ней ферракшн она здесь должна была погибать. Вот, Антарас, кстати, на предыдущей карте смотрелся довольно-таки слабо. Особенно в сравнении с тем, как он выступал круто в рамках, там, игр за V-гейминг. Ну, в общем, за коллективы, где он стендынил в предыдущем сезоне ДПС и на ДВЦЛ. Вот, но, к сожалению... Опа, на миде снова начинается прожарочка. Бруда дает замедление при помощи шелкового бола. Ну, опять же, да, ну, каков шанс вообще? Никакого. При этом саппорт начинает ТПшиться суперпоздно. Грим, ну, нет, ну, Грим тут ничего не сделает, конечно. Раньше по ТПшнулся бы, да, с Ингсвелом, скорее всего, был бы этот размен неплохой. Он получил бы левел, но поздно прилетел, не среагировал из-за этого. И у Тэмпларки сейчас будут проблемы, опять же. Шишку переманили из-за этого. Гоняют Тэмпларку. Очень жестко. Пацаны, они шишку переманили. Шишка. Сосновой налет. Сосновой налетчик. Смотри, мне кажется, идеальный человек вот этот переводит это все. Медведь-демон, сосновый налетчик, там, все подряд. Как дела у нас сверху? Сверху чуть волчонок у нас страдает, начинает его здесь пробивать. Так. На самом деле сеточку, если вкачать, то нет, не захотел этот куман. Ради этого килла потенциально возможного брать сетку. Ну, потому что ты килл-то сделаешь, но ты же намного серьезнее просядешь по фарму. Потому что тебе нужно, ну, быть вот классическая тема под названием «Всегда иметь иллюзии» и «Рептайт» на максималку для того, чтобы разгоняться. Получишь намного больше, чем при помощи этих фрагов. Главное, что Соликантроп не может нормально, спокойно подфармливать. Да, стоит там на ЛХП и все остальное. И пока Нага, очевидно, у вас с пиком очень-очень хорошо залетает и работает эффективно. Подождем, что она будет делать дальше. На боте, в свою очередь, напоминаю, в этом парке некоторые проблемы имеются. Снова ее напрягает при помощи петушка. Ну, Инча, да, Инча неприятный герой на линии. Очевидно, очень много делает. Один из самых популярных в нашем регионе. На данный момент очень многие команды ее вязают. В отличие от того же Чена, да, которых там, не знаю... Чена там, наверное, единственная команда, которая в последнее время показала, это Гидра. Остальные команды все-таки ничего больше предпочитают. Причем разная раскачка, да, через макшенный Хилл, через макшенный Импетус, там, через все подряд. Если крипов дают, крипов берем. В общем, и так, и так, это все работает. Ну и, опять же, Недкофогас у нас через свой дефолтный вот этот Вангвард уже начинает. Вот попытка была от Бэтрайдера опять в миде залететь. Не получилось у нас пробить, а сверху нас и забирают. И волчонка, кстати, могут здесь тоже напрячь. Вот сеточку как раз на четвертом у нас куман вкачал, наконец-то. И за счет этого получилось Рубика здесь забрать. Ну и дальше напрягает он волка. Да, вот из-за таких не очень крутых лайнапов. Это опасно, на самом деле. Это Санк Сити делает, потому что тут огромное количество демажа с Костик в финале можно было получить. Из-за вот этих не очень крутых лайнапов для Илганов, да, тут Бэт в Темпларк. Вот эту Борду еще взяли на Ласпик. В общем, все это контрит так. Ой-ой-ой, Левна больно. Стан от кента, найс. Все сыграно, это минус Левна должен быть второй раз. Инксвел работает, но под сейф наконец-таки из вовремя приехал. Спас свою Бруду. Он, в общем, в целом должен был так делать на протяжении всей игры, да, когда ты понимаешь, что Бэтрайдер может доминировать. Потом его будет очень сложно останавливать. Но здесь отличная работа от Рейса. Да, браво, вовремя пришел. Но был уже готов именно к очередному этому мууу. Что придут забирать или там в соло, опять же, Бэтрайдер полетит. Поэтому в этот раз среагировал намного быстрее. Кума на два бунда. Будет в ПТшечку выходить. Опять же, сейчас через макшенные иллюзии там. Леса уже пойдут выфармливать. Вангвард. На Сенкинге, да. Дела здесь, в Империи вот на этой карте должны быть на порядок лучше, чем на первой, той просмотренной, которой мы с вами видели. Но у них там старт тоже был великолепный. Но после этого что-то пошло не так. Этот Виверно умирает в своем собственном лесу. К ней пришел Фишка вместе с Эйсом. Санк-Сити. Просветка есть. Ванвест не спрячется. Но первый стан. Декафогаса. Просветка есть. Песочек. Коцает. Подкоп нужно делать. Если есть мана, маны нет. Но и так должны забирать через песок. Вот тут просто заблочили. Санк-Сити. Бедного не дает ему никуда уйти. И давление на Тауэр будет. Угу. Можно крипову даже. Венча, что можно сказать. Очень-очень крутой, эффективный сейчас герой на верлигейме. И на миде давление, там, ну, при помощи Лассона, Бруду, Элевен. Элевен просел, но у него были стейки. Приходит Эйс снова. И можно забирать Додрена или нельзя? Да, заберут и Додрена, и Элевен. Подожди, подожди. Крипы заберут. Крипы. Красавец. Красавец Додрена. Очень хорошо сыгран от него. Вот раз. Снизу Тауэр очень сильно просел. Может падать. Так. Тут Рубик. Может пострадать. Там ли сеточку, если накинуть? Да, вот она сеточка. Сплинтер Бласт, если... Нет, нет. Нормально не залетает. Стики были заюзаны. Не знаю, Куман как-то не пошел тут бить. Именно сам с руки. У нас Рубика. Так бы могло получиться. Но предпочел крипов зафармить. Тампларка в лес уже ушла. Есть у нее ПТ-шка, есть у нее стики. Тут неплохо. Как раз даже с первыми блейдами может это все выфармливать. Еще и рунка в баунти валяется. Сынкинг уже потихоньку начинает захватывать территорию. Тауэр снес. На то, Куман. Ультимейт дал у нас Тикантроп. Как только у него появился Доминатор. Пошел забрал себе Крипочка в виде вот этой шишки. Как раз таки. И вместе с шишкой под шип-шифтом парни очень-очень хорошо все сделали. Забрали Кумана. И вот такие вот моменты, да, где у тебя Нага соло погибает. Они по факту очень-очень серьезно влияют потом на темп игры. А мы понимаем то, что у Лилганов темп сумасшедший. Намного более быстрый, нежели у Империя. Вот, на миде также у нас... Подогревает лужичку. И Нага приходит. Нага как раз таки вот этим и хороша. Да, она мало того, что по игре, а по линии сначала хороша против Брды и против Ликантропа. Она еще и хороша последствий по игре, потому что будет постоянно мешать, отпушивать все лайны. Ну, Нага вам переключил. Опять же, там восьмая минута уже. Надо посмотреть, у нас как дела. Да, и три хороших. Нага у нас имеет коры команды. И Тим Эмпайр. И Додрант хорошо себя чувствует. И, ну, Нага понятно. Будет уфармливать сейчас все подряд. Ну, а вот у Син Кинга тоже дела великолепны. Еще плюс Тавру забрал. Ну, сейчас какой-то темп должен начинаться у нас от Лилганов. Потому что, если они это не сделают, вот, допустим, на Энчандрс. Выход по Дэнкс Вейл. Хорошо, здесь это хорошая комбинация. Ну, и должны забирать здесь. Да, просто забирают здесь через ульту. Через спайдерлингов. Нюк сильный очень, да, конечно, тут урон. Неплохой такой заходит. Говорят, игрим срока там? Нет, бордой самой. Паучки, Минкс Вейл. И вот таких героев, как Энчандрс, прям идеально забирать. Паучков здесь, конечно, море теряет. Сейчас вот пытался Тавр пробить. Ну, ты жертвуешь этими пауками, чтобы как раз-таки забрать Т1-лышку по таймингу. По факту, самое главное, это хотя бы ко второй катапульте ее забрать, да? К 11-й минуте. А так, в целом, все равно, Нага не так много получается за них брудят. Денег все равно они мало дают, в сравнении с тем, что было раньше, особенно. Заход на фокусы на топе. Шейп-шифт пошел. Леконтроп, реализация своего ультимейта, пока выглядит не так уж плохо. Несмотря даже на попытку подсейва от Виверны. Все-таки забирает Рубеса, но умирает все равно у нас Фогас. Убегает Леконтроп. Очень серьезные плюшки получает. Убегает. Энерген хороший. Ну, разменяли двух суппортов на оффлейнера. И сбивает ему тайминг на дайгер. Ну, в принципе, размен неплохой. С другой стороны, самое главное, что получили имперцы, даже не два кила, а то, что они сохраняют Тавр на топе. То есть, это Леконтроп, который хочет снести быстро эту вышку. А ты ему просто не даешь два шейп-шифта уже после появления Доминатора. Было потрачено Леконтропом. И каждый раз, да, это у Кейв сначала был фракт на Кумана, потом на Фогаса. Но это не Тавр. Тавр, правда, на миде в этот момент забрали. Пока Бэтрайдер был занят тем, что отпушил его топ. И Бэтруха, чей бруда, забрала эту вышку. Уже довольна своей жизнью. Но все еще темп не тот самый, не самый оптимальнейший, который есть. На бот тем временем еще и темп лака может погибнуть. Прожигает ее вместе с Кентавром. Минус с Энчантрес. Дальше по Бэтрайдеру, очевидно, никакого продолжения у Эйса быть не может. То вот с Левоном можно что-то попробовать. Левон бежит дальше. Сетка раз, сетка два, сетка... Сколько еще есть сеток-то? Семь еще. И шелковый Бола залетает. И все, не отпускает. Не отпускает здесь Додрана. Так, попытка. Так, ХСВЛ. А что ты Левон? А, он замувил для того, чтобы Гримстрок до него дотянулся. И Лассо откатилось. И, о боже мой, в этой погоне выигрывает Додран. Травла спасает очень сильно. Да, Додрана Травла просто хорошим махспит имел. Просто не догоняли. Не догоняли. Ну, это, конечно, одна из критических для Бруда ее таймингов. Она и так не вела по Нетворсам. Как мы видим, он находится сейчас в предпоследнем месте. Вместе с Темплар Ассасин по корам. И ситуация-то очень печальная. Потому что Додрана крайне много. Он скоро доберется до ПКБ. Что вы будете с ним делать? Нага Сирена тем временем подфармливает у нас треугольник свой собственный. И тоже никто не мешает. А Топ Тауэр все еще стоит. И это страшная ситуация для Долганов. Они понимают, что они уже не в таймингах практически. Там Сэм Кинг с ангардом сидит в этом песке. И ты приходишь и тратишь огромное количество ресурсов. Вот они вторым на него напали. А он еще там и пережил весь этот фокус. Бил себя Сайлз. И еще и успел подкопать. В общем, опасно против Сэм Кинга здесь так работать. Слезано это еще и с тем, что очень-очень быстро Бэтрайдер получил свои тревела. Из-за того, что у него удачный мидл получился. И из-за этого, соответственно, он постоянно где-то напрягает. То есть ты понимаешь, что ты Нокий, но убьешь ты этого фокуса. Но придет Бэтрайдер на своих тревела. И снова начнется грязь. Так, у нас волчком пытается заинксвелить. Нет, вместо этого отправляют. Еще очень странное действие, да? То есть Кримстрок говорит, я сейчас инксвел повешу на волка. Попробуем убить фокуса. Не получается пока что. Вижена у них просто на него нету еще. Броустрекс состилил, конечно, себе брубик, но он не идет воевать. Тауэр прессует на регулярной основе. Пытается их суммонами пробить. Знаете, это пушеры. Это пушеры чистой воды. Они работают только по объективам. И мне неинтересны герои. Ну, мне интересны файты нормальные, да? Потому что у них просто нету спилов на файты. В данный момент. Да и еще долгое время не появится. Левен хочет выйти в Орчард, очевидно. Дефолтный билд для бруды. Нага почти с ним доставил. Ну, с мантой она, в принципе, может даже... Куман вот в данной вселенной, да, он может даже не идти в диффузал вторым слотом. Он понимает, что игра будет для него выходить в лейт. Именно там он выиграет свою доту. Поэтому он может забить на диффузал и попробовать идти сразу в скайдер. Его, кстати, забирают. Здесь брустрек хороший от хишки. И свелл. И можно добавить. И последнюю бутылку, но эпицентр. И тут TSA отлично сейвнул Кумана. Куман не выживает все равно. Футболт ему в спину влетает. Но это минус два саппорта. Имперцы... Ну, я не знаю. Наверное, не самый лучший размен все равно для Империи. Потому что они потеряли Кумана. Но с другой стороны, Додран. У него нападение. Ну, смотри, это два саппорта. Тут не было коров. Это два саппорта. Пришли гангать. И у них реально получилось забрать здесь нагу-сирену. Это, в принципе, неплохой такой выход-то был. Правда, два тавра у них заденяли у лилганов. На медиа тавр был заденайн. Сверху тавр был заденайн. Это тут неприятно. Попытка тут сейчас застакать будет от Иссей. Должна быть удачная. Но надо. Надо работать имперцем. Потому что на первой карте они вот с этими даггерами активно. Они... Ничего полезного не сделали. Здесь нужно начинать какие-то смаки организовывать. Какие-то пиков делать. Потому что если они и так же продолжат стоять, их сейчас начнут просто вот так по одному ловить. Вот опять Кумана. Да, они причем при помощи как раз Волка Инвизного с Инксвеллом пытаются убить Кумана. Да, хватает у них гаммеджа. Прилетает Фогос. Борус Страйк от Кишки назад. Но его сразу же ответ станет. И надо контролить. Надо контролить дальше. Хорошая связка, кстати. Волк может схавать, но Колден Брейс мешается. Но не до конца. Подожди, Синк Кинг тоже? На самом деле у него проблемы. Да, Синк Кинг тоже запидел. Тиммейта нет, песка нет, подкопа уже тоже нет. Как-то бомбочка здесь попытается, бомбочка в кулдауне у Батрайдера. Вот о чем и речь. Если ты не играешь активно, опять же, за счет своих артефактов, которые ты взял раз даггер на Синк Кинге, на Батрайдере тоже травела сейчас будет уже БКБ. И почему ты не идешь вперед? У тебя же все для этого есть. Ты хочешь играть, опять же, вторым номером против юлганов. И вот на самом деле это очень плохо. Их наоборот нужно давить. Их нужно тушить, чтобы они на тебя как раз не шли, не перли. Потому что у них весь драфт на это рассчитан. Потому что вы даете спейс-темплоарки. Возможно, даже подобная смерть, это когда ты размениваешься малой кровью, каким-нибудь троикой своей, саппортом каким-нибудь. Но при этом не теряешь тавр за какой-то условный шип-шифт. В целом ты, ну, может быть, доволен. Не то, чтобы что-то страшное произошло прямо здесь и сейчас. Орч тем временем появляется на Элэване. И, кстати, Куман тоже хочет выходить именно в Орчет. Довольно прикольный билд, который был еще в предыдущем патч нам показан на Нагах и Сиренах. И время заходить на Рошанов, конечно же. Как только появляется второй доминатор, надо заходить на Рошу. И это просто, ну, классическая программа для любого Ликантропа. И Лилганы вроде зашли, потом отошли. Понимают, что хотят загонгать сейчас Бетруху. Это байт, это байт, это байт. Это байт, Сэнкинг уже кастует, Сэнкинг уже врывается. Сэнкинг уже здесь попробую Кэмпларк убить. Нет, не получается, вообще ничего сделать. Все, в рефракшен влетает. Она впитала весь щит. Да, она впитала весь щит. Тем временем приходит у нас ультимейт от Ээссея. По-моему, дэмэджа не хватает, чтобы убить Ликантроп. Он живет? Нет, не живет. Ээссея выдает свой рассказ. Сплинтербласт помогает его добить. Но все равно сам Ээссея уже тоже никуда не уходит. И Чантра здесь, на самом деле. Бурда ее давит, Бурда ее догоняет. Увидел Лали? Нет, не увидела. Но это опять минус Тир-2. Ты нет, увидела? Да, можно догнать, можно догнать. Чего нет? Если сетки есть лишние? Нет, одна сетка осталась. Там Форстаф не надо было. Надо было просто лучше Тир-2 забрать. Опять же, да, поработать по аванпосту. Так же, как они это красиво делают. Ну и забрать Рошана после этого, да. Пойти в Рошана. Опять же, у Сэн Кинга кулдаун огромный на эпицентр. Они прекрасные это знают. Там больше аоэшных скиллов нормальных нет. И из-за этого можно спокойно идти на Рошана. Потому что... Ну, кто тебя будет... Чем тебя пробивать? Опять же, у тебя огромное количество саммонов сейчас. И эти саммоны, они очень сильные. Опять же, древние крипы. Там Пларк... Она, по-моему, пришла с рефракшеном. В нее ворвались. Она впитала рефракшен. И опять рефракшен включила. Это вообще ноль хп у нее практически снилось. Рошан падает. Роша, да, решил погибать. Молодым? Молодым. Ну, потому что, ну, вкупая 17 минуты, довольно молодой Рошан. Не престарел явно еще. Не как сырочек. Который лежал там тысячи лет. И на боте зато Нага Сирена воспользовалась возможностью. И Куман просто вынес Саур. Так что Куман действует максимально грамотно сейчас. Ну, 4 плюс 1 классическая игра. Саур знает, как в нее играть. Саур знает, как фармить. Я бы сказал, что Саур знает больше всего именно о таком стиле. В других стилях он редко играет. Так. У нас заход на СК. СК отправляется в таверн довольно быстро. Ну и лилганы. Что можно сказать? Довольно жизнью. Вроде у них темпларка проседала, да? Она у нас на последнем месте, напомню, была среди коров. Но теперь она на втором. Вместе с Ликантропом наслаждается происходящим. Потому что ничего не получается у имперцев. И надо сносить Т2 вышки, я думаю, уже по парням из лилган. Но они пока ждут. Они хорошо территорию выфармливают. Они треугольник зафармили. Да, сейчас сюда какие герои придут. В общем, в Рашский лес только можно фармить. Их лес, да, фармится. Треугольник их фармится. И только вот Нага как-то там старается висеть лес фармить. Остальные герои вообще не фармят. Из-за этого такой неплохой здесь... Перефарм идет. От монгольского коллектива. Попытка тут паучками. Еще смотри, как контролят. Все. Посылает их, палит. Также где находятся герои команды Перея. Сенкинг. Сенкинг опять в очень опасной зоне для себя. Потому что если его сейчас тут... С мощной сентрией. Смотри, какой сентрией поставлю. На нее запрыгнут. Сейчас убивают сразу моментально. Сайленс. Винсон. Темпларка. Темпларка. Айгис у нее есть. Сенкинга... Добивают, да, здесь Сенкинга. Но Брода тоже должна здесь... Хотя... Да, импертус последний влетает. Бокабай на Темпларке. Отжирается стиками. Но тут были готовы. К этому Моуу Сенкинг еще, прежде всего, байбекается. И неплохо отыгрывается здесь Империя. Но за счет байбека. Слип, куда? Куман, куда? О, да, нормально, нормально. Ничего страшного. Они все равно, скорее всего, забирают волка. Им важно как. Ну, а там контратака от Эйса. Вместе с Хишкой. Господи, Рубик творит очень много. Минус Куман. Куман думал, что он засейдит свою жизнь при помощи этого сна. Оказалось, что он только наоборот создал идеальные условия для того, чтобы Рубик вжал весь свой раскаст. Да, покажу вам сейчас итог боя вообще. Ну да, тут тысячу по XP, ну и 500 по голде. Но это из-за байбек Сенкинга. Опять же, так больше, конечно, отыграли бы. В общем, много не выиграли. Опять же, много не выиграли. Еще плюс байбек на Сенкинге. А, подожди, подожди, не байбекался, он выжил там, да? Не, он байбекался. Байбекался? Почему байбек не показан? Байбек есть, ты можешь открыть все слева, посмотреть. Там байбек был. Все, вижу, да, да, да. Просто я смотрю, что-то в Файтер Капе какая-то проблема здесь. Ну, ничего страшного. В любом случае, ждем БКБшек просто на Лилганах. Это по факту закрытие игры будет, да? То есть, ладно, там Кераса на Ликантропе, только потом БКБ. Но на Темпларке появление БКБ и появление БКБ на бруде, по факту, он будет изначать возможность закрытия катки. Это вин-кондишен абсолютно точный, абсолютно сильный для Лилган. Вопрос только в том, сколько получит Куманг к этому моменту. Куманг хочет себе Аганим, потому что, опять же, да, он довольно силен на ноги Сирени. Был переделан где-то полгода назад и дает, напомню, сквозь БКБшный Инснейр. И еще и КД довольно низкий получается. Против Волка самое то. Ловить в сетку Волка, убегать от него, ловить в сетку Бруду, Темпларку. Все это и дизейблет довольно плотно. И эти БКБшки, которые появятся у Лилганов, они могут уже против этой сетки не спасти. А это уже два дизейбла сквозь БКБ. Три дизейбла сквозь БКБ, да? У нас Бэтрайдер Лассо, Интерверновский Ультимейт и Инснейр сквозь БКБ. С Аганимом, это три дизейбла сквозь БКБшечки. Поэтому очень-очень важно, этими дизейблами будет воспользоваться грамотно. Темпларка вообще не стесняется, на самом деле. Следующим, после дизолятора, обычно идет Блокенбар, да? Где-то вот этим четвертым слотом. А тут доедал Слинка. Была поставлена в фигбай. В принципе, может и сыграет. Ну да, потому что, я думаю, он прекрасно понимает по поводу этих двух дизейблов, которые уже есть. Третий, про который ты рассказал, что... Ну, сначала Дубнул БКБшку сделать, да, слапнулся, и он по-врат. Может быть, это непрофитно здесь Блокенбар формить. Так. Опять же, Син Кинг. Можно Сайлос какую-нибудь накинуть. Моментальное нападение идет на него. Волк на Джерадзе Син Кинга. По-фасту он без Байбека. Там драка у нас в театре боевых действий просто по всем... По всей карте у нас разошелся. Но это забирает двух суппортов, и нужно бежать. Это не Син Кинг и не фокуснули, который вот здесь был вместе с Брудой. Хотя могли это делать, он без Байбека. Там можно было бы драку как-то расчехлить в свою пользу. Ой, ласошечка в Темплуарочку пошла. БКБ нет. Ну все, начинается камбэчная полноценная темперс. Они ловят одного с другим. Сового таргета, вылавливают, убивают. И у них появляются очень хорошие шансы теперь. Чтобы остановить весь этот пуш-потенциал у Лилганов. Чуть-чуть еще надо продержаться, опять же. Чтоб нага была неубиваемая. У него тоже как раз есть тот самый Аганим. Сами начинает прессовать уже. Куман тут более агрессивно. Начинает играть в плане Треугольника. Ну и тоже, опять же, будет Плаздарм под этот Рошана подбивать. Волшонки тут все палят. Опять же, передвижение Кумана. Сейчас может какая-то ответка быть, потому что уже два телепорта идут. Эти бешеные суппорты, да, команды Лилган. Которые пытаются на регулярной основе здесь что-то придумать. Так, и в целом у нас по Винтроверне. Ну и тут должна умирать. Да, забирает здесь Бруда. Да, и можно дальше как-то попытаться пацану болеть. Санкинг, но с Юлом. Да, да, он в любом случае спасается здесь. Так и так. Никакая Бруда его не сможет сожрать. Кроме этого мы видим, что она вообще, в принципе, не проедает его сквозь армор. А полетели-полетели волчки. И Юл на себя. В тайминг. Сайлент. Сейчас он от Наги Сирены. Поднимает там на другом конце карты флогуса. Тот выкапывается обратно. И живет. Живет. Но, опять же, минус сон у Наги означает то, что можно Нагу попробовать убить. Она снимает манты Сайлент, с которой ее навесил Бруда. И ее орчит пока что ощущается не очень полезным. Как же они прессуют. Что у нас Порошенко. Да, они прессуют. Они стараются. Вообще, в принципе, игры Лилганов, наверное, самые интересные игры из всей групповой стадии ДДЦЛ. Потому что эти парни постоянно дерутся. Динамичные. И по понятным причинам. Динамичные ребята. С такой активной, да, Дотой. Такую Доту в кайф смотреть, кайф комментировать, кайф наблюдать. Ну и кайф играть самое главное. Я уверен, что Лилганы получают довольствие. Ой, отдал Волк своего дракона. 250 голды для Кумана лишних. Какое вообще разочарование. Ладно, заход на Фогуса. Еще Инснэр на Гримстрог. Этот успевает отдать хотя бы ультимейт. Начинает жрать Кумана. Куман, Виверна, подсейливает красиво. Ответка! Ой, Кишка, как же он хорош в своих стилах. Пока что живет. Пытается жечь Кишка. Хавают Кумана. Куман оказался совершенно не в теме здесь. Пытается матать за тот же дэмэдж. Такая получается на последней тычке. Прилетает последняя тычка при помощи бруды. Фогас разультился прямиком в Ликантропа. Ну, мы видим, что... Да, окей, нагу вы можете убить. Но сколько же времени на нее тратится? Просто нереальнейший совершенно объем. Ну, это, кстати, драка была без темпларки. Темпларка отдельно умерла на топе. Да. Это неплохо. Ну, Рубик вообще исполняет Кишка. Это такой неплохой Рубен. Неплохой Рубен. Очень много полезного ворует, опять же. И драки для своего коллектива умеет делать. Но, к сожалению, все равно выиграть драку это не получилось. И там арки учитель не хватило. Уже трудно. Уже нагу сирену, 2000 хп, 31 армора. Побивать ее, конечно, вот этим пиком становится трудно. Но попроще, если будет темпларка в драке, да, давать дезолятор. И кираса, когда появится на лекантропе. Это 2 минус армора, и это будет работать. Уже получше. Да, а если вы еще купите какую-то медаль условную или еще что-то там вроде, то будет еще кайфовее. А так, в целом, да, очень тяжело. Особенно с появлением Тараски. Если она у него появится, то будет еще легче для коммана жить в тимфайтах. Соответственно, забирать на себя весь фокус и так далее. Здесь он реально пошел прям лицом торговать. Как мужчина с мужчиной. Хотя обычно, типа, нага, сирена, она намного больше про то, чтобы воевать именно иллюзиями. Шансы еще есть, на самом деле. Подраться 5000 не такое большое преимущество, как на 26 минуте. Опять же, сейчас какую-то драку хорошую провести. Ленис от Додрана. Санк-сити. Санк-сити ничего не понимает, что там происходит. Сейчас его будут лососировать. Да, очень больно. Прожигают лосо. Ну, не. Невозможно играть против этого героя. 1800 хп как не было. И у Додран 22 левел уже. Скоро и 23 будет. Там и 25 нагрянет. И там уже будет невероятно сложно играть Доту. Терраса, наконец-таки, на Ликантропе. Приделось. Через минуту будет Рошан. Из-за него будет, наверное, финальная драка этой карты. Если ее Empire забирает, то... Конечно, тут... Просто уже будет закончить эту игру. Ну, трудно будет ногу пробить. У нее уже почти Тараска. Ну, там 4000 хп будет с этой Тараской. Это будет... Очень много ресурсов нужно тратить. А если еще Айги заберет, то там вообще нереально. Ну, ждем. Ждем Рошана. 15 секунд до него. Опять же, какой-то чек нужно провести. Там иллюзию, может быть, отправить какую-то. Тут еще... Еще один крип. Еще 250 голды в кошелек Кумана залетает. Светка уже, по-моему, летит. Да, светка уже. Тараски есть. Остается совсем чуть-чуть. Заход на треугольник. Угу. Ну, без Кумана, на самом деле, трудно драку будет выиграть. Хоть и есть эти ультимейты сильные. Но, опять же, Куман далеко. Ждет. Ждет Тараски. Говорит, наверное, дает кол ребятам, что сейчас не стоит идти вперед. Ну, вот она какая-то полудрака началась. Ну, в целом, инициация неплохая пока что. Ну, Сен Кинг выигрывает время довольно много. К нему прилетает тысячечка. Его подхиливают пока что. И Снер держит Волка. Волк не понимает, куда ему вообще бежать, что ему делать в этом ультимейте. Умирает Сен Кинг. Ему байбек сейчас придется. Он может байбекать, да. Ему надо это делать, да, это правда. Ну, и вот на рампу не хочется заходить Люганом на хайграунд. Там Тараска еще на Кумане появилась. Ну, просто грязь. Они дожидаются Рошана, но Рошана Куман просто так не должен дать забрать. Опять же, Люзи просто должен у нас Тараска заезжать и убить ее будет практически нереально. Ну, и сейчас выход. Сен Кингу байбекаться нужно в какой-то момент. Ждет момента, когда прыгнет Бэтрайдер. Паучки очень хорошо всю ситуацию спалили. Ну, и Рошан падает. Сен Кинг байбекается вот как раз. Сейчас не дают паучки прыгнуть Бэтрайдеру. Там еще башики, башики, прок и Сенсити забирают все-таки Аегис. И время посмотреть на Кумана. Куман пока что не влетает в файт. Просто использует свои иллюзии. Правильно делает. Подкоп хороший по двоим от ДК Фогаса. ВКБ от Элевана. Умирает там Плара Сосин первый раз. Фогас уже отсюда не уйдет. Если второй раз умрет, то у него не будет байбека. Там тем временем влетает максимум по ТС. Напомню, что Иверна еще свой ультимейт даже не давала. Фогус выкапывается. Блинк и на Сенсити. Но он в очень уязвимой позиции. Ультимейт отвратительный. Это неверность. Совершенно ни за что. И тем временем Бруда должна погибать. Ее пытается разрубить Куман. Бруда живет. Бруда пытается уйти. Сайланс. Сон от Кумана. Сетка на Сенсити. Сенсити. Погибнет и второй раз. Успевает убить Бэтрайдера. И прилетает все-таки последняя тычка по Темплу Рассасин. Она погибает. И разменный. Даже честно говоря, непонятно в кого. Но для Кумана точно это довольно большой плюс. По игре. Да, дэмэджи все меньше и меньше. У Лилганов. Чтобы это все пробивать. Рудмазер дэмэдж такой мощный какой-то не собирает. Все на какие-то бафы, выживаемость. То же самое у Ликана. Тоже не особо много дэмэджа. Единственный дэмэдж это Темпларка. Но ей нужен Блокенбард. Что-то из этой серии. Линкен Сфера. Потому что ее контрят очень сильно с пылами. Нага Сирена. Блокторн. Скоро появится. Верхнюю башню сил света атакуют. Самое главное, что она получила с этого Пайта и экспо. И таким образом ултонула себе 20-й. А с 20-м появляется еще одна иллюзия на Наге. И это супер сильная штука. Мне кажется, чуть ли не, наверное, самая сильная среди всех талантов. Ну, очевидно, что на 25-м прикольная тема с КДшкой. Но такое. Верхняя башня сил света разрушена. Но Рошана не отдали имперцам. Так что можно будет еще опять же пофармить. Подождать. Ну, напряженная игра опять же. Финальная. Хотят ли лилганов? А, могла бы быть не финальной, да? Она могла бы быть второй картой. Но там другой драфт был. И, в принципе, этой игры, возможно, не было бы совершенно. Имперцы получили себе плюс победочку на халяву. Потому что у лилганов были проблемы с интернетом. Ну, и мы понимаем, да, что еще играть не из дома, а с компьютерного клуба немножко менее комфортно. Вот, отвлекают вокруг. Я тут заходил в компьютерный клуб в Тбилиси. Это было супермерное. Потому что, ну, грузины довольно громкие люди. И там прям очень много эмоций происходит. Как старый добрый, короче, зашел. Понял. Что, еще не все потеряно, на самом деле. Можно еще как-то отыграться, попытаться там убить всех. Потом затыкать всей толпой эту нагу. Но путь сделать это трудным. Так, минус грим. Нет, это без шансов для него. Может быть, еще кого-то цепанут. Бежит тут Enchantress в маке. Enchantress тоже довольно-таки сильный уже стало. У тебя очень много полезных таких артефактов. Большое количество ХП, 19-й уровень. Таррес тут, да, великолепная. Великолепный Enchantress показывает. Все, в Damage Diller хочет выйти. Ничего нет. Муншард. Ну, БКБ-шечка, да, шард. Ну, она будет, да, вносить довольно много ДПС-а. У Кумана, возможно, в определенный момент просто закончатся слоты. Тут она подключится. Кумана. Заход на Т2. Огромное количество слотов. Огромное количество Нетверса. Тут можно попытаться даже и рампу попилить. Так, Templar'ка. Оп, Templar'ка и БКБ. Но эта сетка была не по Блокенбару. Поэтому он расходится. Templar'ка нормальный кусок такой отрывается. Под 600 ХП, где-то 700. Даже у Наги, то есть. Да, это при том, что он и доедался. Если бы выиграла предыдущие драки, то у него и доедался бы был и плюс один какой-нибудь слот. Тогда был бы шанс. А так у нее просто не хватает ДПС-а. Из-за отсутствия слотов необходимых. Ну и Брудауа тоже вышла в БКБ-шку. Такая, блин, грустная. Ну, вообще, вот такой лайнап, да, когда тебе и хочется БКБ, и точнее, и не хочется БКБ, но все равно приходится его собирать. Потому что слишком мало это БКБ-контрит и спл-офф. Потому что целых три спл-оффа работают сквозь БКБ. Но против Винтера Верны по-другому играть нельзя. И против Санкинга тоже. Бруда по игре потерялся, на самом деле. Да. Вот такой неплохой персонаж. Вроде какие-то слоты там определенные есть, но... Ну, Лотос собрала, тоже полезно. Маловато, маловато. Ну, все, все расфармлены. Они все в одинаковый надзор, что примерно, идут. Там темпларка чуть-чуть побольше, чем Бурда или Кан. Угу. Ну, вот именно то, что фарма на всех, конечно, не хватает на карте, это... 100%. Я бы сказал, тут Бурда просто не так заметна, но она дает очень много, из-за того, что у нее есть шар на шелковую болу, которая не дает иллюзиям нормально попадать, да, по цели. Ну, вот. Просто мы это не ощущаем в тимфайте, потому что, ну, не наблюдаем за этим бабочек. Тем временем появилась ноги сирене. Перефарм у нее сумасшедший. На 10 тысяч она обходит топовый надворс у Лилгана. Еще можно какой-то, ну, во-первых, мушар, да, во-вторых, органим съесть, еще какой-то слот себе влепить. Что-то... Что-то может быть такое интересное. Я думаю, что игра уже к этому моменту закончится. Скади какой-то еще сверху, опять же. Да, да. Ультимейт пошел от волка. Волк заходит на хайграунд. Там TSA рядом стоит. TSA. Очень-очень важно, чтобы Виверна дала хороший ультимейт. Лассо пошло на Гримстроук. Гримстроука нет байбека. Походу, Рубик тоже погибает сейчас, да? Да, Рубик отправил, это верно. У него есть байбек. Типа вот пытается сделать лекандроп. Он ничего не смог сделать здесь. Ему дадут подкоп. Он погибнет так же. Ну, если надо писать ГГ, к сожалению. Никакого варианта переиграть в лейте. Ну, какой лейт даже. Ну, 34-я минута. Невозможно даже уже на этой минуте обыграть Нагу. Нагу надо было банить, если вы хотите играть Брудой. Иначе, ну, никак. Брудой или контропом, точнее. Она против одного и против другого героя. Просто шикарно. И, на мой взгляд, это был аутдрафт еще с первой минуты. Об этом мы уже говорили. Но просто... Лилган, правда, лучше нажимает кнопки. Но, к сожалению, одних кнопок не хватает. Надо еще и драфтить сильнее. Ну, да, тут продуманный драфт был от Империи. Прям очень все хорошо было. Ну, типа, на каждой стадии у них был ответ, да? То есть, они вот взяли себе этого... Эту Виверну вспомнили, что она хороша против Ликантропа. Забрали себе Нью, которая продушила дико темпл, а по Сасси не дала ей быстро развиваться. Взяли бы Трайдера, который в любом случае был бы хорош против любого из двух милишников Коров, которые могли появиться на миде. Из-за этого пришлось свапать Ликантропа в Харду. Ну, и так далее, типа. Конечно, на всех линиях все отлично было придумано, и все ответы на все вопросы были даны в драфте. Осталось только исполнить. И заполняли на троечку, но ванши победили. Падает у нас сразу две стороны одновременно. И вверх, и центр. Тут еще и драка. Бэт вытягивает. Попытка подкопать не очень удачная, но Сэн Кинг будет умирать. Сэн Кинг будет умирать. Локс, по-моему, дал. Рубик там. Живет. Живет не очень долго. Антарас под хилом. Конечно, уже не пробить. Я не знаю, зачем волк пытается это сделать. Что у него... Дям уже просто нет. Ну... Кого-то ловить надо. Волчонка. Волчонок боковая сразу моментально прожимает. Дождался, пока на него сетку эту накинут. Надо, наверное, барак это доносить тоже. Да, ничего, этим занимается как раз. Ну и добивать, наверное, героев уже. Команда Лилган. Опять же, Нагу Сирену просто не возьмешь. Просто не возьмешь этого персонажа. Черная сеточка. Кто-то там иллюзии могут затыкать. Но, опять же, Кишка спасает. Спасает своих тиммейтов. Но 23 тысячи уже будет очень трудно отыгрывать. Там уже под фонтаном начинает. У нас Куман веселится. Офармил. Довольный. Тут еще и можно тут две катапульты подъехали тоже. Мега-крипа спокойно сделать. Бараки тоже снести. Иллюзии открутились. Бараки падают. Ну да, тут Нагу не возьмешь. Очень трудно. Угу. Так, что у нас там следующее матчапом? Следующий матчап у нас Гамбит против Новая. Это у нас будет на канале или? Человекся. Гамбит Новая, да. По идее, это наш. Сейчас я тебе точно скажу. Пока мы тут заканчиваем эту серию. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Wait a moment. Так, так, так. Why the moment? Я пока напомню вам, дорогие друзья, пока Серега там ищет. Да, это наш матчап. Какой из двух матчапов будет. Да, ну значит у нас будет новая против Гамбит. Напомню то, что имеется баннерочек по транспляции винлайна. Наши кореша, как всегда, дают вам бонус 2000 фрибетов. Вот, можете совершенно спокойно пользоваться. А мы отправимся на отдых небольшой, потому что через 20 с лишним минут мы начнем с вами смотреть игру Гамбитов.